С обращением к президенту Владимировичу Путину, чтобы в этом году это было под патронажем президента, чтобы это было, в общем-то, прошло организовано, с участием президента. И в свою очередь Владимир Владимирович поддержал, отписал Среди Борисовича Иванова, Ивановича Медведева и дали сейчас поручение всем министрам, это министру обороны, экономики, связи, министру финансов, спорту, культуре и так далее. Рогозин сегодня возглавляет организационный комитет по созданию этого торжественного мероприятия. И шахматы туда включены. Вы знаете, шахматы, получается, один из таких главных, ключевых событий. Ну это естественно, современной армии, наверное, надо на голову делать особый упор. Да, у нас где-то в России около 80 суворовских училищ, кадетских корпусов, вот, из субъектов России. Поэтому по два человека у нас будут ребятишек, это 160 человек, ориентировочно участников. Сергей Анатольевич, а вот это, что касается суворовских училищ, но дело в том, что Россия как бы славилась и еще своими юнкерскими училищами, так сказать, вот эта часть как-то будет включена? Ну они тоже включены, у нас будут и кадетские корпуса, кадетские училища, казачьи, которые, понятно, у нас будут. То есть история даже длиннее, чем с 43-го года. Да, 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 есть такое. Но самое главное, важно, что мы выбрали субъект, где это будет проходить. Субъект это Ростовская область, город Новочеркасск, столица Донского казачества, где суворовское училище открыто организовано с 43-го года, одно из первых России в Советском Союзе тогда, да. Вот, и, конечно, это нам вдвойне приятно, что на моей родине будет, в общем, такое... Сергей Анатольевич, а как Российская шахматная федерация представлена? Ну, она представлена как орган, который, в общем-то, будет регулировать, в общем, процесс это тоже. Вот, мы как исполнители, ну, конечно, это и положение будет подписано руководством. Вот, Аркадий Анатольевич поддержал Дворкович эту идею, и, в общем-то, она очень приятна. То есть, задействована и армия, и флот, Нахимовские училища тоже будут, я надеюсь. Да, конечно, конечно. Сергей Анатольевич, удачи вам, успехов. Вы действительно сделали очень важный шаг. Я сейчас говорю о сборной Ростовской области, потому что, насколько я понимаю, задачу распространения шахмат, это организация представительства каждого региона вот в таком соревновании, как чемпионат, командный чемпионат России по шахматам. Удачи вам! Спасибо.